Наполеон, ведь он, наверное, вошёл в историю как человек, который лгал абсолютно всегда и всем, да? Но вот чем больше, да, врёшь, тем абсурднее ложь, тем охотнее в неё верят, а Наполеон был мастером политической пропаганды. Но правда, на короткий период вот эта пропаганда наполеоновская, сначала она была на пике, это как раз зарубежные походы русской армии, даже ещё в 12-м году, собственно, все эти пропагандистские листки, это опять-таки очень мощные газетные кампании. Кстати, в годы Северной войны тоже была война памфлетов. То есть то, что мы называем информационными войнами сейчас, имеет очень глубокие корни. Но вот Наполеон Бонапарт был действительно мастером пропаганды, и вот просто во всех газетах постоянно публиковались вот эти статьи об ужасных казаках или казаках, пожирателей детей, глотателей свечей, свечи. Почему? Потому что это такой кулинарный код. То есть это вообще не люди, это какие-то звери, они едят даже свечи. Ну, потому что нормальный человек свечи есть не будет, а эти едят свечи. Но то, что они детей пожирают, это тоже традиционно, в образе пожирателей детей, разные враги использовались во все времена, но в данном случае это вот такой русский враг. Причём казак специально изображался каким-то огромным, на коне, коня на изображениях, на гравюрах делали маленьким намеренно, а казак огромный. У него вот эти ожерелья из человеческих ушей и цепочки от часов. Ну, это такие аналогии, как вот возьмите современную пропаганду, да, украинскую. Ну, сейчас просто не уши и не цепочки, а что там, унитазы, стиральные машины. То есть набор немножко изменился, а так всё то же самое. Ну и, конечно, они главные насильники, потому что им нужна добыча из человеческих тел. И опять-таки изображение, когда вот казак изображается на коне, который составлен из обнажённых человеческих тел, потому что это его главная добыча. Причём характерно, это была пропаганда, но эта пропаганда потом перекочует в научные работы. И историки будут изображать казаков вот именно исходя из пропагандистских изгоявлений и газет Наполеона Панапарта. Но это то же самое, что, допустим, современные историки будут писать историю, вот ту, которая сейчас происходит, по, допустим, ну, украинским, да, вот этим вот агиткам, пропагандистским листам или по тем заявлениям, которые на Западе о России пишут. То есть примерно такая же картинка получится.